Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Нельзя публиковать на других платформах. А сейчас мы продолжаем разговор о войне. 23 день войны в Израиле. С нами сегодня Яков Фольков, доктор Яков Фольков, ведущий аналитик Министерства обороны, подполковник в отставке в прошлом, научный сотрудник Тель-Авивирского университета, военный историк, специализирующийся на истории войн. Здравствуйте, Яков, рад вас видеть. Взаимно, добрый день. Ну, вы знаете, у нас какой-то такой своеобразный итог с вами. Дело в том, что мы с вами беседовали 7 числа, где-то примерно в полдень, вот когда только-только все это началось и пытались проанализировать, пытались понять, что происходит. Вот сегодня 23 день войны. Многое из того, что вы тогда сказали, мы дадим ссылочку, наши зрители, кто интересуется, могут посмотреть. Многое из того, что вы сказали, подтвердилось. И сейчас вопрос мой первый и такой самый, так сказать, безобидный. Операция в Газе, которая де-факто началась, де-юре говорят, что еще у нас не началась наземная операция, но она идет. Какие цели преследует армия и как она будет этого добиваться? Цели совершенно ясные. Они были неоднократно заявлены. И это уничтожение организации ХАМАС, исламистской, террористической, которая втоглась на нашу территорию 7 числа, как раз вот то, что вы уже упомянули. И совершила все те ужасы, которые совершила, которые сегодня всем прекрасно известно. А по дороге к этой цели у нас есть разные промежуточные цели. И вот в частности говорится о том, что очевидно на данный момент, возможно, мы не хотим захватывать всю газу. И об этом также нас просят постоянно наши западные союзники. Там мы пока оставляем некий такой анклав, в котором скопилась основная часть местного населения сектора. А на севере, там, где находились все эти годы, выстраивались сложнейшие инфраструктуры ХАМАСа, с которых по нам велся огонь, ракетные, производились вывозки наземные и так далее. Вот на севере Газа, значит, мы это все сейчас уничтожаем. И также, насколько я понимаю, вот в последние двое суток обозначилась такая центральная цель этого промежуточного этапа. Это непосредственно город Газа. В городе Газа есть знаменитый такой район, называется Рималь. Я там даже когда-то был, правда, уже очень давно. Это было еще в Сидении 90-х. Там тогда находилось управление так называемой палестинской автономии. А потом, когда этих вот управленцев хамасовцы перебили в седьмом году, то они заняли там их все эти офисы и так далее. И у них, в общем-то, их штабы находятся там, именно в Римале, именно в этом районе, как наземную, так и подземную. То есть мы все знаем, да, уже все слышали много раз, что под землей в Газе, особенно в городе Газа, хамасовцы построили нечто невероятное. Там до 500 километров, якобы, этих всех подземных переходов, бункеров и так далее. И вот я так понимаю, что в эти дни, в общем-то, наша цель – это подойти вплотную к городу Газа, по дороге уничтожить то, что нужно уничтожить, все остальные инфраструктуры. И, в общем-то, обложить их с разных сторон и нажать на них настолько, чтобы они, испугавшись, согласились на немедленный обмен заложниками, а это одна из самых главных наших целей, может быть, в данный момент даже самая главная. Чтобы они согласились на такой обмен и, в общем-то, не выставлять какие-то дополнительные условия и там, в общем-то, требовали, чтобы… Секундочку, извините, а обмен или возвращение заложников? Ну, смотрите, все зависит от того, насколько успешно будет продвигаться наша эта вот самая операция или промежуточная стадия, и наше руководство, как военное, так и политическое, насколько мы понимаем, уверены, что именно вот такое давление, но позволит обеспечить, ну, если не выдачу заложников вообще без условий, да, и то, возможно, все-таки заставить Хамас прекратить это вот свое поведение, которое мы видели на протяжении последних там уже трех почти недель, да, когда они тянули время, говорили, что мы вот за некоторую часть заложников там вот требуем того-то и того-то, чтобы все это прекратилось, чтобы они поняли, в конце концов, что они находятся не на Восточном базаре, а что вокруг них, обложив их, находится самая мощная армия на Ближнем Востоке, которая войдет в Газу, в город Газа и уничтожит их, если они не выполнят наши условия. Ну, это вот, насколько я понимаю, это вот такие помежуточные цели пока, по крайней мере, этого вот этапа операции, и, насколько мы понимаем, они продвигаются, то есть осуществление их продвигается достаточно успешно, по крайней мере, то, что касается уничтожения, укреплений Хамаса, инфраструктурных подступов к городу Газа, это мы слышали уже сегодня ночью и утром также, что наши войска, которые вошли в сектор, не встретили там значительного сопротивления, к сожалению, у нас, по крайней мере, на утро на это было двое пострадавших, и один офицер был серьезно ранен, и другой там солдат, по-моему, меньше, но, в принципе, это, в общем-то, приемлемая цена за вот то, что, за, так сказать, эти достижения, которых мы добились там, в секторе, и это, в общем-то, на данный момент, и я очень осторожно выражаюсь, в общем-то, выглядит очень неплохо, мы знаем, что хамасовцы пытались применять против наших сил там какие-то противотанковые управляемые ракеты различные, которые у них есть, и другое вооружение, и эти вот их отдельные группы, которые нападали на наших салат, были уничтожены, также были уничтожены какие-то входы-выходы из различных подземных бункеров и туннелей и так далее, и, в общем-то, еще раз, очень осторожно можно сказать, что на данный момент ситуация развивается для нас совсем неплохо, и поэтому будем надеяться, что наше давление непосредственно на центр принятия решений, как сегодня говорят в России, да, на город Газа, оно возымеет вот тот эффект, которого мы и, очевидно, добиваемся. Вы говорите про подземные коммуникации Хамаса, и мы давно про них слышим, у нас даже ходили шуточки такие, когда вот говорили про строительство метро-трамвая в Тель-Авиве, которое длилось там несколько десятилетий, говорили, что вот не лучше ли нанять хамасовцев, они нам очень быстро это метро построят. А на ваш взгляд, как можно объяснить, что правительство Израиля, военные структуры, прекрасно знали о том, что это строится? На строительство этих коммуникаций шли сотни тысяч тонн бетона, цемента, из которого изготовлялся бетон. Этот цемент поступал в основном через КПП Израиля, якобы на мирные цели. Все все понимали, и все зажмуривались, и говорили, ну, ничего страшного, если надо, мы их потом победим. Ну, так начинать нужно с самого начала, я думаю. Мы с вами уже упомянули, что Хамас пришел к власти в секторе Газа в 2007 году насильственным путем. Там же находились представители автономии, вот те самые, с которыми я общался еще в 90-е годы. Там в секторе Газа. И их поубивали, почти всех. Их и человек, и семьи. Чем насильственным, простите, там же были выборы? Нет, выборы были в 2006 году. А вот после того, да, после того, когда все поняли, что власти, в автономии, в так называемой, придут эти самые исламисты, которые уже тогда не скрывали отношения своего к нам и, в общем-то, и к лидерам автономии. Они хотели и до сих пор хотят уничтожить и тех, и других. То мы помогли Абумазу плюс-минус. У него и в самого были силы, он их там задействовал. Но в 2006 году он Хамас к власти в Иудее и Самарии не допустил. А в Газе ситуация была сложнее. Изначально Газа нужно напомнить, это, в общем-то, колыбель Хамаса. Мы все знаем сегодня, что это такое ответвление мусульманских братьев, или братьев мусульман, как правильно говорят по-русски. И они там, в общем-то, вызревали несколько десятков лет. И, наконец, вызрели. И построили там большую мощную организацию, которая уже с конца 80-х была знаменитая военная кровава Затиналькаса. И поэтому, в общем-то, их опорный пункт был в Газе. И там им было легче, гораздо легче, чем в Иудее и Самарии. И они, когда они поняли окончательно, что никто не собирается отдавать им власть в палестинской автономии, они совершили там, в общем-то, переворот. Хотя, по сути, конечно, де-факто, формально они были легитимной властью, потому что они победили на выборах. Но, опять же, подчеркну, никто им эту власть ни в автономии, ни у нас, да и вообще на Ближнем Востоке. Те же египтяне, например, совершенно их не поддерживают. Египтяне, у которых у самих очень длительный конфликт с братьями-мусульманами, нынешнего военного руководства и политического в Египте и так далее. Короче, они совершили там этот военный переворот. И вот спрашивать нужно с самого начала, а почему тогда Израиль не поддержал там палестинскую автономию? Это был у нас под носом. Что такое Хамас, мы прекрасно знаем. Чем это чревато, мы прекрасно понимали на тот момент, потому что уже к тому времени, в 2007 году, за плечами у этой организации, было множество терактов, организованных против еврейского государства. У них уже тогда руки были по локоть обогрены в еврейской крови. И тем не менее, израильское руководство тогдашнее ничего не сделало того, чтобы это предотвратить. Я, опять-таки, я не политический комментатор, я всем это подчеркиваю в своих интервью. Но я так осторожно могу сказать, что все-таки очевидно, это было выгодно нашему руководству. И в том плане, что можно было всегда сказать, вот смотрите, вот кто, значит, там пришел к власти, посмотрите на них, посмотрите, что они делают, говорить нам не с кем, договариваться не с кем. Я имею в виду именно глобальное такое большое решение израильско-палестинского конфликта. И поэтому, в общем-то, это был хороший предлог. Так, я больше не хочу вдаваться в эту тему, я все-таки специалист больше по другим. Я бы только единственное хотел уточнить у вас. Очень часто пишут, это очень широко распространяется пропаганде, в частности, российской, о том, что это Израиль создал, Хамас, и поэтому Израиль сам как бы ответственный за то, что он создал. Нет, не создавал никакой Израиль-Хамас. Другое дело, что в 80-е еще годы действительно бытовало такое мнение, что, в общем-то, похоже на то, о чем вы говорили уже после 2007 года, когда они пришли к власти в Газе, что, в общем-то, мы с ними всегда сможем справиться. Мы достаточно хорошо понимали уже с самого начала существования этой организации, кто они такие. У Израиля, у израильтян, у евреев вообще здесь, в нашем регионе был богатый, к сожалению, опыт общения с подобного рода группировками. У нас здесь были восстания и погромы, которые эти ребята-исламисты устраивали против евреев в 20-е годы, потом знаменитое большое восстание, так называемое арабское большое восстание 1936-1939 годов, когда погибло множество евреев. Поэтому никто себя каким-то надеждами не тешил относительно того, что они были прям такие негняты. Но другое дело, что да, тогда, в общем-то, во главе этой организации встал известный шейх Ахмад Миссин. Он был коллегой с детства, он ездил на каталке, он говорил таким птичьим голосом, в общем-то, у него вид внешне был совсем не угрожающий. И тогда решили, поскольку основная проблема тогда все-таки была ООП, так называемая, это организация освобождения Палестины, действительно была террористическая организация, середина 80-х снова, видите, приходится возвращаться в историю. И другие там группировки, там Ахмада Джибриля и так далее, то есть тогда главную угрозу для Израиля представляли именно левацкие палестинские организации, нерелигиозные. И считалось, что, в общем-то, если мы как-то отвлечем людей от этой вот деятельности, направим их вот в это вот, может, не то, что направим не мы, потому что от нас не зависело, они возникли сами. Но если мы не будем им как-то мешать, то, возможно, вот эта вот организация под руководством этого вот коллеги, значит, она не будет воинственной, и мы сможем таким образом увлечь молодежь именно в рассуждение о высоком, там, о Боге и так далее, а не вот отвлечь как-то их от борьбы, вооруженной непосредственно под знаменами ООП. И на тот момент, когда это происходило, в общем-то, это было достаточно резонно, и обвинять сегодня вот тогдашнее руководство израильское, это уже более 40 лет назад, в том, что они не смогли предвидеть того, что там разовьется через 40 лет. Никто в политике так не думает, так далеко, понимаете? Поэтому нельзя было тогда этого увидеть. Опять же, возвращаясь в 2007 год, вы спросили, почему не предотвращали? Ну вот, с одной стороны, значит, думали, что справимся всегда, о чем уже говорили. Ну, что они там эти настроят, арабы, мы в конце концов их умнее, талантливее, сильнее, и все такое прочее. А кроме этого, кроме этого, все-таки была такая установка, опять же, в достаточной степени резонная, я думаю, которая говорила, вот мы лучше их сдержим, причем даже не сами, там, при посредничестве того же Египта, например, потому что у египтян там постоянное представительство было в Газе много лет, и все еще было, вот сейчас до последних событий, египетской военной разведки. Через них, в общем-то, через этих египтян общались постоянно с руководством Хамаса. И вот мы вместе сможем их сдержать, понимаете, а вот пока Израиль живет, спокойно развивается, не тратит деньги там на то, чтобы захватывать газу, не теряет жизни наших солдат, и вот такие вот соображения, то есть был в этом резон, и мы поначалу, по крайней мере, могли обеспечить себе более-менее продолжительные такие вот периоды затишья. Но потом они стали становиться все короче и короче, и тут я согласен с теми, что на определенном этапе, где-то уже лет, наверное, 10 назад, было совершенно понятно, что вопрос времени, когда мы столкнемся очень сильно с этой организацией, с теми, кто их поддерживает здесь, на Ближнем Востоке, потому что за это время они развили обширную сеть своих ячеек, опять же, в той же Иудее и Самарее. Там это никуда не делось. У них там очень активная деятельность и широкое подполье, которое вот сейчас мы буквально зачищаем в эти последние недели. Там арестовано уже более тысячи человек к нами, это серьезная очень работа, которую мы проделываем, но и за пределами нашего непосредственно здесь района, также в той же Иордании, в Сирии, в Ливане, мы знаем, сидят хамасовцы. Короче, организация очень сильно окрепла и потом на определенном этапе она подключилась к иранцам, потому что изначально это вот как бы их встреча, да, такое-то вот, то, что они присосались к иранцам, это же не было самоочевидным фактом, то есть могло и не произойти, потому что они... Да, шииты, суниты, это вообще... Да, конечно, да, они экстремисты, суниты, да, шииты для них на протяжении многих веков более тысячи лет были не менее презираемы меньшинством, чем евреи, а может даже и более презираемы, потому что они устроили то, что называется фитна по-арабски. Фитна – это раскол в умне. Умма – это как у нас ума на иврите, то есть некая общность, но у нас она этническая, да, а у них все-таки умма – это религиозная, большая исламская общность, и вот шииты внесли самый большой, самый существенный раскол в эту общность, а это вообще-то очень порицается и Кораном, порицалось пророком и так далее, да, поэтому их, в общем-то, презирали и гнобили на протяжении долгих и долгих столетий, и, в общем-то, поэтому считалось, что как-то они друг с другом там где-то не встретятся посредине на почве общей ненависти к Израилю, но, однако, произошло наоборот, они встретились, исламский джигад, тоже организация, которая действует в секторе газа, которая еще более рано и спонсируется им, то есть, да, это, к сожалению, произошло для нас, и, в общем-то, да, если поначалу было непонятно, что это все произойдет и во что это выльется, ну, там где-то еще в 2007, может, в 2008 году, когда они захватили власть в газе, то, очевидно, где-то в последние 10 лет, чуть меньше, там, середина прошлого десятилетия было уже все совершенно понятно, и нужно было, конечно, действовать, но, опять же, тогда наше руководство предпочло вот то, что предпочло, все-таки, такие короткие, значит, столкновения, стычки с этой организацией, входы и выходы из газа, потом затиши, и, в общем-то, хотели дать Израилю возможность нормально жить, нормально развиваться, и думали, что таким образом... То есть, оттягивали, оттягивали решение вопроса... Да, даже не оттягивали, думали, что такая парадигма, в общем-то, она имеет право на существование, думали, что чем больше Хамас сидит в этой газе, чем больше он становится такой вот организацией менее военно-экстремистской, более все-таки политической, и чем больше у них экономических интересов, чем старше становятся лидеры и там толще, и чем больше у них банки, эти счета в швейцарских банках, тем, значит, ну, будет лучше, проще всем. Вот. И можно будет как-то с ними договориться, если не напрямую, ну, так через тех же египтян, через турок, в конце концов. Был, еще раз, резон был, я говорю, в этой вот политике до какого-то периода, этапа, а потом стало все яснее и яснее, что, в общем-то, это не работает, что они готовятся все-таки к уничтожению Израиля, и это было достаточно давно уже понятно. У меня были разговоры лет 10 уже назад с моими тогдашними коллегами, которые непосредственно занимались этой темой, и один из них сказал, слушай, это вот, мы тут строим там что-то, стену и так далее, но с той стороны уже бушует цунами, с той стороны этой стены, и однажды этот цунами просто прорвется и все здесь затопит. И это было сказано лет 10 назад, или что-то около того. Так что я думаю, что специалисты, профессионалы, которые занимались непосредственно Хамасом уже тогда, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Нужно было что-то делать, конечно, с этим. Но не было, как говорится, политической воли. Яков, вы упомянули роль Египта, что Египет, в общем-то, выступал всегда посредником между Израилем и Хамасом. Вопрос мой, как относятся к нынешней войне наши ближайшие соседи и союзники, я подчеркиваю, союзники по соглашению Авраама, это соседние сунитские арабские государства, это в частности Египет и Ордания, Марокко и так далее. То есть я имею в виду не вот митинги на улицах, а как относится руководство к этому и что нам можно ждать от наших союзников? Ну, это все, что называется, знаете, вот назиль на еврейте или, как говорили древние греки, пантерей, все течет. То есть ситуации меняются буквально на глазах и вот то, как они себе представляли ее еще три недели назад, оно сегодня, возможно, уже несколько в другом качестве пребывает, понимаете, то есть их понимание, их отношения, их реакции и так далее. Если в общем говорить, то, конечно, они прекрасно понимают, о чем идет речь. И, во-первых, понимают все, начиная с египтяны, кончая вот теми же саудовцами, что речь идет о чрезвычайно экстремистской, религиозной, фанатической организации, воинственной до невозможности, у которой, как мы уже сказали, большое подспорье здесь у нас в регионе, которых поддерживают прежде всего те же самые братья-мусульмане в Египте. И эти организации на сегодняшний день мечтают об одном, о региональной, а затем и глобальной исламской, исламистской революции. О том, что, как у нас правильно сказали здесь, это, в общем-то, тот же самый ИГИЛ. Там есть, особенно не углубляться в терминологии, но есть такое понятие салафита, оно особенно звучало на фоне событий в свое время 11 сентября в Америке, потом ИГИЛ, это исламское государство. То есть, это такая идеология в разных ее вариантах, которая говорит, что, во-первых, мы должны вернуться во времена пророка и установить вот именно тот ислам, те его принципы, которые были тогда в их чистейшем виде, что все, что было потом, оно было искажено политиками и погрязшим в разврате народа. Прежде всего, мы устанавливаем эти самые законы на всей территории ислама, так называемый дару ислам, исламский мир, ну а после этого у нас будет джигат во всех остальных частях мира и так далее. Поэтому, конечно, это все понимают здесь у нас наши соседи и они совершенно не радуются вот тому, что происходило здесь в последние годы и особенно тому, что произошло у нас сейчас 7 октября. А кроме того, они прекрасно понимают то, о чем мы с вами уже говорили, что вот эти вот джихадисты, исламисты, сунницкие, они, в общем-то, присосались к этой вот сведоматке, которая сидит в Тегеране. И этот вот симбиоз, он совершенно никого тут не радует, потому что они прекрасно понимают, что даже у Ирана, у Тегерана, помимо религиозных амбиций, они тоже, в общем-то, проповедуют то же самое. Они просто хотят весь мир завоевать под шиитскими знаменами, а не под сунницкими. Ну, а так, в принципе, там большого различия нет. Они с самого начала, 79-го года, постулировали этот принцип экспорта исламской революции. Да, но кроме того, у них есть еще геополитические амбиции. Они хотят, в общем-то, починить себе, прежде всего, весь Ближний Восток. Там они про Центральную Азию говорят и так далее, Кавказ, разумеется, потому что мы же знаем, например, что азербайджанцы, да, азербайджанцы, они как бы, хотя и турки этнически, да, но они кто? Они тоже шииты. И треть сегодняшнего Ирана, так называемый, там, северо-западный азербайджан, на самом деле, азербайджан. Те же самые азербайджанцы, конечно, да. Поэтому, да, в общем-то, у них амбиции такие, они, значит, облизываются на Кавказ, на Южный, там, на Северный, в общем, на большие территории. И вот это вот вместе все, оно, конечно, не радует никого совершенно из наших здесь союзников, из правителей местных, поэтому они, конечно, видели прежде попору, на которую можно было положиться вот в противостоянии этой силе в Америке и в Соединенных Штатах, вообще в Западе, в Западной Кропе тоже, но также и в тех представителях этого западного мира, которые непосредственно постоянно здесь находятся и имеют, в общем-то, значительные возможности. Экономические военные, это мы, государство Израиль. И поэтому совершенно понятно, что, в общем-то, это вот сближение с нами в последние годы, ну, Египта уже давно, там, с конца 70-х, оно было, в общем-то, основано на прагматических соображениях, больше, чем там на любви какой-то к евреям, к израильтянам, они нас не любят, точно так, как все остальные. Но они нас уважали и за наши способности, и за то, что они считали, что мы, как бы, самые главные союзники опоры американцев на Ближнем Востоке. И поэтому сегодня, вот если меня спрашивают, а как же они сегодня реагируют, да, после трех этих вот недель того, что происходит, сложная реакция, потому что, с одной стороны, они видят, что Хамас и иранцы, в общем-то, перехватили то, что называется адженда, надлежную посту инициативу, именно в том, что касается общественного мнения. То есть они выступают защитниками палестинцев? Да, да, я буквально сегодня с утра, у меня была встреча тоже с коллегами, и мы это обсуждали, и, в общем-то, да, считают, понимают сегодня в соответствующих израильских академических и околоакадемических структурах, таких, как, например, у нас институт АНСС, есть в Рамат-Авиве, понимают там, да, что, в общем-то, к сожалению, в данный момент именно и Хамас, именно и иранцы руководят общественным мнением здесь на Ближнем Востоке, ну и турки тоже подключились, может, только отдельно обсудим, да, в общем, это понятно. И это, конечно, никого не радует, и эти вот лидеры соседних с нами стран, они очень этого опасаются, особенно в Иордании, где руководство и так чрезвычайно шат, где, в общем-то, большая часть населения палестинцы, и большая часть из них поддерживает все тот же Хамас, и так ситуация очень сложна, ну и даже в Египте, в Саудовской Аравии, там, в Эмиратах, там попроще ситуация, там гомогенное такое бедуинское в основном население палестинцев, они от него выгнали еще в начале 90-х, те поддержали Саддама Хусейна, их массово высылали сюда обратно на территорию, а в Египте ситуация очень непростая, да, они очень этого боятся, очень этого опасаются, поэтому ведут себя сегодня гораздо осторожнее, на сегодняшний момент вы уже не услышите каких-то там высказываний, даже полуподдержки, каких-то намеков на то, что они понимают где-то как-то позицию Израиля, они, в общем-то, вынуждены были за эти три недели как-то подкорректировать свои публичные заявления, на уровне тайной дипломатии, да, там все пока еще понятно, разумеется, нас там понимают, у нас были и остаются очень неплохие связи с их специальными службами, опять же, американцы, там вообще европейцы, особенно британцы, очень сильно влияют, и поэтому, да, там пока еще есть с кем говорить, но в общем-то ситуация с каждым днем становится все более сложной, это нужно признать, но опять-таки, я не хочу никого пугать, это не значит, что это как-то невозможно разрулить, то есть работают над этим, мы видим постоянно и наши западные партнеры, и наши дипломаты, и замечательные, ну, в общем, но ситуация сложная. Я все-таки хотел бы уточнить свой вопрос гораздо, так сказать, более конкретно и более коротко. Значит, вот эти лидеры, так сказать, дружественных, союзных арабских, сундицких государств, они предпочтают, предпочтут, чтобы мы сейчас объявили прекращение огня, обменялись заложниками, и все по-тихому на этом закончилось, либо им предпочтительнее с их точки зрения, с точки зрения их интересов, чтобы Израиль показал силу, чтобы Израиль уничтожил Хамас, может быть, путем большой крови, там, криков, там, и прочее, и прочее, но чтобы дело было доведено до конца. Я думаю, все-таки второе, все-таки второе, потому что, говоря о Египте, победа здесь сейчас Хамаса, ну, хотя бы символическая, конечно, физической победы быть не может. Символическая, моральная, эта победа вызовет взрыв в самом Египте, потому что мы прекрасно знаем, что нынешний президент Эль-Сейси пришел не совсем как бы легитимно. Там правили мусульманские братья те же самые. Да, это был кошмар Израиля. Конечно, да, и это был кошмар египетской военной и политической, экономической элиты. И поэтому, да, они сделали то, что сделали, а сейчас они прекрасно понимают, что моральная победа Хамаса тут же отзовется у них на их внутреннем рынке политическом, и, конечно, да, будет очень плохо. Это будет очень сложно подавить, тем более, что и большая часть силы безопасности, та же полиция, например, там очень много людей, которые сочувствуют исламистам. Мы помним прекрасно, чем закончил в своем президент Саддат, который убили свои же люди в Астате. Вот те же самые салафиты, которые сидели в армии. Мы помним прекрасно, что большая часть террористических актов на территории Египта, в том числе его последние, буквально того же седьмого числа, против израильтян, которые находились в Египте, туристов, были совершены полицейскими. Поэтому, да, там очень велика опасность и, конечно, для Египта лучшим вариантом было бы, чтобы мы сейчас Хамас просто раздавили. То же самое для Саудовской Аравии, то же самое для иорданцев. Там местные бедуины, которые представляют правящую королевскую власть, они все чрезвычайно напряглись, потому что они прекрасно знают, что будет с ними, если Хамас здесь победит. Их там просто всех сметут к чертовой матери. Потому что и так там местные населения, которые, мы уже сказали в большинстве, в Палестинской, считают, что власть в стране узурпирована кучкой людей, которых там оставили англичане. Это совершенно известно, действительно, историческая... Не, это правда. Да, это деда, деда этого короля, этого Абдалу, да, и засунули его туда. Дали ему кусок, жили посреди пустыни, сказали, тут у тебя будет королевство Иордания, и там он остался. Все прекрасно знают, что если бы не англичане, не было бы там никакого сегодня Иорданского государства, а было бы это все палестинское. Поэтому, конечно, в Ливане тоже, смотрите, ливанцы все, кроме шиитов, чрезвычайно напряжены нашей ситуацией, да, то есть они обеспокоены до невозможности. Страна находится в жутчайшей экономической и социальной ситуации уже не один год. Особенно после этого взрыва знаменитого там в порту, который был там в 20-м году, который снес половину Бейрута, страна не способна оправиться, она живет на международной в основном стран Персидского залива, в основном саудовцев. И им совершенно не нужно сейчас, чтобы кто-то из вот этой вот теплой, сладкой компании, экстремистской, исламистской, чтобы кто-то мог что-нибудь продемонстрировать в качестве своей какой-нибудь победы. Потому что они прекрасно понимают, что в таком случае все, для них любая даже эфемерная такая вот полу-независимость, какая-то там политическая, экономическая территория Ливана закончится. Их окончательно подомнут себя эти ребята, шииты, и в общем-то все будет очень плохо. И так уже в последние десятилетия наблюдается массовый исход христиан из нашего района, вот из той же палестинской автономии, где еще... Из нашего района, то есть я хочу, чтобы вы прозвали, не из Израиля, а из соседей. Из Израиля, да. Да, потому что это очень важно уточнить, что... Из Сирии, где пострадали, посмотрите, те же армянские, армянские, которые убежали обратно, да, из Ливана, из Иордании, из палестинской автономии, да, в Египте постоянное падение на коптов, которые христиане, то есть это все известно. То есть правильно же говорят, что самое спокойное на Ближнем Востоке место для христиан это Израиль? Ну, абсолютно, конечно, и мы, кроме того, защищаем их святыни, которые находят по всему Израилю, особенно в Иерусалиме. Этого очень часто не помнят многие, в том числе армяне, у которых на нас большой зуб за разные вещи, да, которые они считают за разные наши поступки, которые якобы по отношению к ним совершили, но они совершенно при этом забывают, что их святыни здесь, в Иерусалиме, находятся под надежной охраной именно израильской полиции и службы безопасности, о том, что их паломничество сюда происходит совершенно нормально, именно благодаря нам и так далее. Так вот, я просто про Иван говорил, оттуда будет массовый исход, прежде всего христиан разумеется, прежде всего в ту же самую Европу, потому что больше, по большому счету, им бежать некуда, а также и сунниты будут чрезвычайно там страдать, и друзы те же самые будут там очень страдать и так далее под плодничеством шиитов, и это все произойдет, если вот в этой нашей нынешней ситуации мы не проявим достаточно воли, достаточно жесткости и не доведем до конца то, что мы начали в секторе газа. Поэтому, резюмируя, можно сказать, да, никто этого сегодня, конечно, не скажет в открытую, здесь у нас, в нашем регионе, но очень многие наши местные игроки сидят на этом самом виртуальном заборе и чрезвычайно ждут от нас, что мы сделаем то, что вот вы только что проговорили, а иначе всем будет очень плохо. То есть, Израиль, я, так сказать, еще раз называю вещи своими именами, то есть, наши арабские соседи прекрасно понимают, что единственным выходом в данной ситуации для Израиля является жесточайший ответ, жесточайшее уничтожение Хамаса физически, разрушение газа, это может повлечь за собой какие-то мирные, гибель мирного населения, на которого, по большому счету, им абсолютно наплевать всем, да, и от этого будет зависеть, собственно, и их благополучие, и благополучие их государств. Ну, еще раз, точнее, наши суммитские соседи-элиты, да, не вообще все соседи и не шииты, а кроме того, вы знаете, они же прекрасно все здесь понимают на Ближнем Востоке. В отличие от европейцев, которые считают, что надо всех целовать мохнатые морды, да, и тогда все будет хорошо. А они все прекрасно помнят, что сделал папаша Асад в Эль-Хаме, есть такой замечательный город в Сирии, в 82-м году, а именно там тогда чрезвычайно окрепли те же самые братья-мусульмане, фактически захватили город, превратили его в такой неуправляемый анклав, и оттуда призывали население страны, Сумницкая, подняться на борьбу с ненавистными алавитами. Алавитами, это такая секта религиозная, этническая группа, то есть, да, фактически секта религиозная. Чем меньшинство религиозное. Да, ответвление шиитов, да, которые получили свое, так сказать, признание в свое время от Аятулы Хамени, которому нужен был проход из Ирана, значит, через территорию Сирии, где были большие аэродромы, в Ливан, чтобы поддерживать там тогда зарождавшуюся Хизбалу. И поэтому тогда Асад, папаша Хафиз Асад, в общем-то, выцеганив у них было признание того, что они нормальные мусульмане-шииты. На самом деле, они, конечно, очень маленькая этническая группа и такая религиозная секта. И вот тогда эти мусульманские братья, они призывали буквально к восстанию, к свержению этих алавитов, и что сделал папаша Асад? Просто пригнал туда огромные свои силы военные и разбомбил чертовой матери этот город, не оставив от него камня на камне и уничтожив там десятки тысяч человек за несколько дней, буквально за несколько дней. И после этого наступила тишина в стране на многие годы. Пока это все не взорвалось, 10 лет назад уже при правлении его сына, понимаете? А до этого десятилетиями в Сирии было тихо. Именно потому, что все помнили прекрасно, что бывает, когда устраивают вот такие... Когда ведут себя плохо. Я смеюсь вам напомнить историю в Иордании, когда... Только это, по-моему, не папа, это дедушка нынешнего короля, да? Когда тоже там было, так сказать, восстание. Нет, это папа, король Хусейн. А, папа, да, Хусейн, точно. Когда там было восстание, когда палестинцы там устроили восстание, то есть он его подавил, черный сентябрь, он их подавил буквально там за несколько дней. Никто точно не знает количество погибших. Утопил в крови. Кстати, после этого они хлынули в Ливан и началась вот эта ливанизация, которую... Абсолютно. Все наше, все наше окружение, еще раз, все эти элиты, местные Ближневосточные, у которых мы правильно сказали, это их папы, их дедушки, подавляли вот попытки этих вот цанах, братьев-мусульман и похожих на них структур, восставались и менять власть на Ближнем Востоке насильственным путем. Их семьи на сегодня, ну, кроме Египта, ну, в Египте, мы сказали, был убит президент. Да, понимаете, опять же, этими самыми салафитами. Поэтому, конечно, они все прекрасно знают, чего стоила их власть и каким образом они ее удержали. Понимаете, поэтому, как бы, да, они прекрасно понимают, что Израиль имеет полное право вести себя сегодня именно таким образом. Но, опять же, никто этого сегодня в открытую, конечно, не знает. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что с нами был доктор Яков Фальков, ведущий аналитик в прошлом Министерства обороны, подполковник в отставке, научный сотрудник Ательевского университета, историк, военный историк. А наша программа подошла к концу, но мы обязательно продолжим с доктором Фальковым. Надо будет обязательно поговорить о ситуации в Турции, почему Турция вдруг из такого почти друга вдруг в течение вот так вот нескольких суток превратилась в ярого врага. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...